У директора средней школы номер 7 глава Анапа поинтересовался, началась ли подготовка к ремонту бассейна. Ольга Егорова, директор спортивной школы «Виктория», поделилась впечатлениями спортсменов и родителей от отремонтированной площадки для волейбола. После ремонта витражей, покрытия пола и косметического обновления, игровой зал как заново родился. Такое же возрождение совсем скоро ждет бассейн «Виктории». И когда вы смогли организовать так работу, что у нас в школе появился Иван Иванович Демченко, и он оказал помощь, конечно, в первую очередь муниципальному образованию, наверное, в плане выделения тех средств, которые он там изыскал, какую-то возможность. И действительно, сегодня бассейн уже перестрахуется, скажу, что он на 65% готов. И к 1 ноября, в соответствии с договором, бассейн будет работать. «Спасибо вам огромное за ваше участие». Озвучила Ольга Владимировна и проблемный момент – медосмотр юных спортсменов. «У нас родители вынуждены стоять в очередях для того, чтобы ребенку получить допуск до занятий в спортивной школе». «Я тему, поверьте, я тему даже не догадываюсь, очень хорошо знаю». К сожалению, сильная в советское время спортивная медицина сегодня забыта, согласился Сергей Павлович, но дал поручение подчиненным решить проблему очередей. «Диспансер мы не осень, потому что в сегодняшней ситуации финансовая, но хотя бы выделить блок для них сегодня начать с того, что обеспечить их отсутствием очередей. Они же готовы и по субботам ходить, да?» «Мы готовы выделить два дня, фиксированные по времени, когда мы без очереди готовы принимать детей спортсменов». Еще одной хорошей новостью стало сообщение о том, что в поселке Виноградный приступили к ремонту сгоревшего спортзала. Поручение главы курорта выполнено, рабочие зашли на объект. «Мы с воодушевлением это восприняли, потому что не решался вопрос никаким образом. А сейчас, видно, все принято решение и работа началась. Огромное за это спасибо. Естественно, коллектив и жители поселка, а в том числе дети, их родители. Хорошо, что это было принято решение именно на линии и когда-то праздничные обстановки. Правильно народ с воодушевлением увидел поддержку власти». Но на ремонте трех объектов работа не остановится, отметил мэр Анапы. Муниципалитет продолжит выделять средства на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Бюджет всегда был и остается социально ориентированным. Отрасль образования забирает на себя половину расходов городской казны. Продолжение следует.